Спустя два месяца после битвы при Явине, молодой полковник Кел Бирчер был назначен императором Палпатином, командиром Звездного Разрушителя Опустошитель, флагмана Дарта Вейдера. Самому Вейдеру Палпатин приказал надзирать за строительством Звезды Смерти 2, что тот воспринял как понижение и наказание за уничтожение первой. Кел Бирчер был очень убедителен в роли имперского офицера, поэтому ни его сослуживцы, ни даже двое лордов ситхов не догадывались, что он является агентом Альянса за восстановление республики. Компьютерный хакер, представитель расы Ботонов, создал для Кела ложную личность, изменив записи в базах данных по всей империи, после чего Бирчер проник в ряды имперцев, присвоив себе звание полковника. В дальнейшем повстанцы устроили на Пустошителя диверсию, внедрив червя в компьютерную систему корабля. Узнав координаты флота Альянса, Бирчер совершил на него нападение. Он повел в бой все свои сидыстребители, но затем внезапно передал все коды управления эскадрильей флагману повстанцев в Дому-1. В результате, оставшись без щитов, управления оружейными системами и связи, Опустошитель был вынужден выйти из боя. Империя проиграла битву, а повстанцы получили в виде трофеев новейшие сидыстребители противника. По возвращении, весь его командный состав был допрошен в ходе тщательного расследования того, как повстанческие шпионы смогли безнаказанно действовать на его борту. Но Дарт Вейдер решает провести свое собственное секретное расследование, чтобы выяснить, каким образом Бирчеру удалось внедриться в ряды имперцев. Для этой цели он тайно создает элитный отряд штурмовиков и назначает их командиром младшего лейтенанта Нанду, которая на время спецзадания становится его личным адъютантом. Грядет буря мести. В первую очередь, Темный Лорд отправляется в имперский информационный центр на Корусанте, где и были взломаны базы данных и внесены соответствующие изменения, позволившие шпиону повстанцев войти в круг самых высокопоставленных офицеров империи. Прибыв на место, Вейдер распорядился найти и убить начальника службы безопасности, а его заместителя заставить проверить все личные дела на предмет новых записей за последние полтора года. В ходе допроса имперского майора, Вейдер получил всю необходимую ему информацию. После этого Темный Лорд распорядился сменить корабль и переместить на него весь их груз, поскольку для выполнения нового задания понадобится бортовая оружейная система. Их следующим пунктом назначения была планета Бата-Вуи, родина ботонов, а значит и хакера, взломавшего базу данных империи. По прибытии на место, Вейдер лично разобрался с ботонским правительством. Передача простого кода и планета оказалась беззащитной. Далее он дал команду расстрелять указанное им цели с воздуха, а также десантировал шестерых штурмовиков для наземной операции. Коллективное наказание. Гнев империи внезапный, неожиданный и абсолютно безграничный. Как только зачистка была окончена, Темный Лорд приказывает направить корабль к верфям Куата, центру галактического судостроения, где стоял на ремонте звездный разрушитель-опустошитель после его последнего боя с повстанцами. И вот весь офицерский состав опустошителя, который подчинялся приказам полковника-шпиона Бирчера и обвиняемый в преступлениях против империи, собран за одним столом. Опозоренный экипаж. Живые мертвецы в ожидании взмаха топора. «Успокойтесь», — начал Вейдер. «Я здесь не для того, чтобы снова командовать этим кораблем». Он был осквернен, став инструментом в руках Альянса. И каждый офицер на его борту виновен в измене. «Мой повелитель», — обращается к нему один из офицеров. «Маскировка Бирчера была идеальной. Мы все были обмануты. Даже вы». Вместо ответа, Темный Лорд силой бьет офицера головой о стол, после чего тот замирает в луже крови. «Стать перевозчиком навоза — это уже слишком большая честь для этого корабля и его команды», — произносит Вейдер. «Есть возражение?» В помещении повисла мертвая тишина. «Хорошо», — продолжил Темный Лорд. «Я прилетел сюда, чтобы найти то слабое звено, из-за которого шпион стал во главе этого корабля. Но я его уже нашел. Это вы. Весь офицерский состав сборища некомпетентных дегенератов». «Хватит», — не выдерживает один из офицеров. «Я протестую. На борту опустошителя несут службу около 38 тысяч храбрых сыновей и дочерей империи. И вы оскорбляете каждого из них. Позвольте напомнить, что именно вы командовали кораблем, когда здесь появился шпион Бирчер. Именно вы охотно передали ему командование. И вы бросили опустошитель на него, сбежав из системы, как побитый щенок. Где Император? Мы заслуживаем признания, а не оскорблений от его ручной собачки». В этот момент другой офицер молча встает из-за стола и стреляет прямо в лицо взорвавшемуся коллеге. «Простите нас, Лорд Вейдер», — произносит он. «И да здравствует Император». После чего он направляет ствол пистолета себе в рот и производит выстрел. Однако это был еще не конец. И в тот день умерло еще пятеро, прежде чем Вейдер насытился. На этом Темный Лорд посчитал операцию по искоренению предательства и некомпетентности среди своих подчиненных законченной, оставив при этом кровавый след от Корусанта и доверфий Куата. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Если она была для вас интересна, то рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые, интереснейшие видео по вселенной Звездных Войн. И до новых встреч!